доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzone game я решил вернуться в очередной раз на проект дед нет я делал на него обзор и на обзоре мне этот проект очень зашел мне понравилось как представляют его разработчики понравилась задумка авторов этого проекта поэтому я заходил на него и впоследствии но следующий мой заход сюда был крайне крайне не отрицательный наверное можно так сказать потому что ну в общем-то прокачаться и поработать мне здесь не дали я докачался до профессии водителя автобуса но из шести попыток закончить рейсу мне удалось всего три то есть половина три раза меня по пути ограбили у меня постоянно слетала лицензия надо было покупать по новой лицензии это все затратно заработать не давали поэтому вот второе мой заход туда был для меня крайне негативным и мне не понравилось то что здесь происходило но в дальнейшем разработчики ввели сюда на уровне правил то что рабочих те кто занимается на прокачиванием то есть работать на каких-то профессиях грабить нельзя вот это мне показалось достаточно грамотным решением и я зашел сюда для того чтобы проверить так ли это и как выполняются вообще здесь эти новые правила но у меня опять свалилась лицензия и свалилась моя профессия водителя автобуса поэтому я пошел в мэрию и как вы видите ищу себе новую работу ну и надо сказать что категории у меня остались лицензия на перевозку пассажиров как вы видите опять свалилась а стоит эта лицензия 10 тысяч можете посмотреть сколько у меня сейчас собой чуть больше десяти тысяч как раз как ее приобретать теперь я даже особо и не знаю но мне пришлось выбрать другую профессию я устроился фотографом чтобы подзаработать немножко и вернуться сюда опять на своем обзоре этого проекта я как раз по моему и не показал эту профессию фотографа может быть и показал я честно говоря не пересматривал но тем не менее сейчас мне придется все равно поработать фотографом чтобы заработать денежков хоть каких-то для того чтобы продолжить свою карьеру у водителя автобуса так как мне и в прошло в прошлые разы вероломно прервали несколько раз ну давайте сейчас покатаемся посмотрим будут ли меня грабить в этот раз и удастся ли нам заработать денег напомню что сейчас у меня чуть больше десяти тысяч да там ну одиннадцать тысяч с копейками это вот я зашел сюда поиграть сама же работа фотографа выглядит вот таким вот образом мы приходим в информационное агентство там получаем машину вот эту вот она не зря сделано вот так вот на больших колесах с высокой проходимостью потому что точки куда вам предстоит ездить абсолютно разные это и горы и реки и какие-то озера в общем везде вам приходится ездить и делать снимки и вот что касается атмосферности этой профессии тут все прикольно и вот эти места где надо делать снимки и как это выполнено как сейчас видите он что-то там приседает делает снимки какие-то машинка рядом ну все все выглядит здорово но вот стоимость этой работы мне почему-то не понравилось как вы сейчас можете заметить после того как я сделал снимки выскакивает табличка гласящий о том что я заработал 122 доллара как-то не особо много исходя из того сколько было потрачено времени и сколько я вообще прокачивался дойдя до этой профессии она как бы не самая первая стоит списке сначала идет садовник рабочий простой разно рабочий потом только идет вот эта профессия в общем то до нее еще надо дойти а заработки какие-то ну не очень великие не могу вспомнить на этом проекте это раньше было или на каком-то другом проекте я показывал ту же самую профессию но там оплачивалась поверх того что вы получаете вот эти 120 долларов еще оплачивалась дальность поездки если какое-то расстояние небольшое то маленькая сумма приходила если приходится проехать большую расстояние там с пол карты еще накидывалось денег здесь же как видите фиксированная какая-то стоимость хотя за некоторые вот как этот например объект на который я проехал 6 километров мне дали всего 50 долларов абсолютно не понимаю как здесь начисляется зарплата но точно могу сказать что она очень маленькая и низенькая по соотношению затраченного времени прокачивания но и тому подобное ну и поняв что здесь я не заработаю я решил вернуться обратно в мэрию как вы можете заметить по деньгам они у меня пропали я купил эту лицензию на перевозке пассажиров за 10000 ну с надеждой на то что сейчас я на автобусе и и как бы быстренько отобью кстати заметьте что я показывал на обзоре метка который вас ведет gps стоит совсем не там куда мне надо мне нужно вот туда вниз под мост а метка приводит меня на этот мост вот сейчас хорошо видно вот где голова персонажа вот метка приводит туда а нам надо вот сюда вот на автовокзал я это показывал еще и в обзоре ну и я думаю что кто-нибудь тоже наверное написал об этом где-нибудь на форуме чтобы метка стоит неверно но она как стояла так и стоит ну и ладно приступаем к работе водителем автобуса но в этой работе меня тоже постигло разочарование в прошлые разы я говорил что я заходил и пробовал работать но мне не давали работать потому что все время грабили в этот раз никто меня не грабил скажу честно действительно правила сервера все исполняют машин на трассе стоит до хренищек которые стоят и ловят ну свою жертву потенциальную но не автобусу не когда я ездил на красной машине фотографа никто меня не трогал это действительно исполняется так что можете спокойно заходить играть никто вас больше здесь грабить просто так не будет но в этой работе есть такой я не знаю как это назвать косяк не косяк доработка недоработка не знаю но в общем смотрите смысл вот в чем вспоминаем да что когда я зашел на проект я пошел в мэрию и мне пришлось купить лицензию на грузоперевозки но и вернее на пассажирские перевозки оговорился пассажирские перевозки которые стоят 10 тысяч и дается она тут написано 12 месяцев я не знаю чему равны здесь месяцы я так думаю что она дается на 12 часов ну исходя наверное из этого через 12 часов эта лицензия слетит и опять надо будет платить две десять тысяч я выехал на этом автобусе вы сейчас видите в правом верхнем углу горят часы было 047 0 часов 47 минут а на момент когда я сделал круг и вернулся было уже час 16 то есть я потратил без одной минуты полчаса 29 минут ну полчаса будем говорить я нигде не останавливался не отходил ни покурить не попить никуда просто ехал ну а сколько я заработал сейчас вы увидите ну и вот пожалуйста перед вашими глазами мой заработок а он составляет 1300 долларов это за круг который напоминаю я про проехал за полчаса я не беру то что автобус стоит аренда аренда автобуса стоит 200 долларов то что за это времени вы проголодаетесь и надо тратиться еще и на питание автобуса хватает всего на два круга под дальше надо будет либо заправляться либо опять арендовать автобус берем чистые 1300 и затрачено на него время и таким образом чтобы мне отбить мою покупку лицензии на перевозку пассажиров напомню она стоит 10000 мне нужно сделать 10 кругов это чтобы отбить эту лицензию 10 кругов вспоминаем полчаса на 10 5 часов мне нужно для того чтобы отбить эту лицензию это только мы отбиваем ее а чтобы заработать вам ну каждому по-разному но можете добавить еще столько же то есть 10 часов вам надо тупо колесить по карте чтобы заработать здесь денег но даже при условии если вы упрётесь и будете действительно 10 часов калашматить на этом автобусе в чем я крайне сомневаюсь вряд ли найдется такой человек но допустим даже если вы 20 10 часов будете калашматить нарежете 20 кругов за каждые 10 кругов и получите 13000 в результате у вас будет 26000 а по условиям этой экономики но это вообще никакие не деньги я же для чистоты эксперимента сделал еще несколько кругов на автобусе но скажу честно что больше в полчаса я не укладывался все-таки я человек и какие-то проблемы меня отвлекали поэтому я очень часто отходил в фк и ну поездка у меня занимала уже не 30 минут а гораздо больше но и по времени я уже не смотрел но это было и 40 и один на последний рейс я делал уже у меня было по-моему 57 минут что ли ну я действительно очень много разговаривал по телефону разговаривать и играть ну это такое себе занятие ну а далее уже утомившись от автобуса опять через мэрию я устроился на работу почтальона и тут я не знаю что это такое сейчас попробую объяснить во первых у меня третий уровень всего лишь следующую работу можно брать четвертого уровня следующая работа это вот работа почтальона и работа инкассатора но мэрия меня на работу почтальона пропустила то есть я взял эту работу и вот приехал сюда на нее устраиваться но вот что произошло дальше я не знаю что это такое выглядит это вот так мы заходим на триггер арендуем машину выскакивает от эта табличка и она гласит о том что я не имею права на ней работать не имея четвертого уровня но я могу взять какую-то посылку из машины нажимаем взять посылку из машины и ничего не происходит кроме вот этот маленькой надписи о том что я взял посылку из машины ну взял и что и что мне теперь с ней делать ничего не появляется по-прежнему горит та же самая надпись что я не имею права здесь работать не имея четвертого уровня чего это за работа такая я чего-то не понял причем на обзоре эта работа вообще была ну не задействована то есть тут также мог прийти взять эту машину но она ничего не работала никуда не показывала не знаю то ли не исправили то ли я чего-то не понимаю но как видите вот я опять взял посылку из машины но ничего не происходит не знаю что это за работа такая никакого описания этой работы нигде я не нашел но забегая вперед скажу что получая четвертый уровень никаких вопросов не возникает ты садишься берешь задание и едешь на точку куда высвечивается карта но не имея четвертого уровня игра тебя пропускает дает тебе арендовать но ничего больше не происходит не знаю что это за работа такая то ли в общем я не знаю что такое вот такая она но тем не менее мне все равно нужно было получить четвертый уровень и чем-то надо было заниматься чтобы его до конца прокачать от автобуса меня уже скажу честно тошнило поэтому я вернулся как бы на несколько ступеней назад и вернулся в профессию разнорабочего на своем обзоре я хвалил было очень красиво выполнена эта работа очень мне понравилась например работа сварщика и на тот момент у персонажа из рук вывалился инструмент то есть он подходил первый раз из рук выпадал у него молоток и сварочный аппарат и отбойный молоток все у него из рук валилось сейчас же нет все исправили все работает хорошо но единственный недочет это то что почему-то теперь на работе сварщика нету той самой изюминки которая была на обзоре а именно вот это вот само луча сварочного его теперь почему-то нету вот как раз сейчас можно посмотреть на то как это выглядело на момент когда я делал обзор на этот проект и я хвалил что ну действительно красиво я такого не видел что действительно сварочный аппарат работает сверкает все еще особенно это когда ночью выглядело вообще красивой но сейчас почему-то это выглядит вот так вот этот сварочный луч да вот это и искрение зачем-то убрали не знаю почему опять недочет это баг никто не написал никто не видит этого не знаю но теперь это выглядит как будто он просто стоит и трогает балку хотя раньше вот было так сделано красиво не знаю почему убрали этот луч ну а я далее наработавшись пошел в автомагазин автомагазин мне заинтересовал тем что во первых это наверное лучший магазин который я видел на проекты gta 5 посмотрите как красиво это все сделано все очень энтуражно отблески машины все распределено все расписано обалденно красиво все сделано заодно и цены посмотрите какие здесь и возвращаясь к тому что я сказал что надо будет примерно 10 часов на автобусе погонять за 26 тысяч ну вот смотрите примерно цены на транспорт а еще меня этот магазин заинтересовал как видите здесь есть тягачи есть грузовики большие вместительные у них прописан багажник но для чего это все я не разобрался я не исключаю возможности того что этот транспорт нужен для группировок там перевозить наркотики перевозить оружие ну или как в одном из моих видео трупы может быть для этого но для гражданского эти машины я не понял зачем никаких легальных ресурсов на этом проекте нету ну разве что рыбалка и охота но нужен ли вам тягач с прицепом для того чтобы ездить рыбалку бог его знает так что вот для чего для гражданского наверное они здесь вообще не нужны скорее всего что этим магазинам могут пользоваться только те кто в организации ну для перевозки нелегальных грузов потому что я повторюсь легальных ресурсов и сбора ресурсов я на этом проекте не нашел но машины как видите грузовые представлены очень разные машины и красивые машины большие но и сам магазинчик конечно же мне очень удивил красиво сделано все очень антуражно покраска ну к магазин вообще претензий нету красиво красиво действительно ну а я тем временем пойду дальше к следующей профессии потому что я уже апнул четвертый уровень ну а следующая завершающая профессия это профессия инкассатора но к сожалению профессия инкассатора требует лицензию на ношение оружия за дней то я пришел в полицейский участок ну и вот чем меня здесь обрадовали тридцать тысяч на руках да ну вот чтобы получить лицензию на оружие на сто тридцать тысяч нужно ну что тридцать тысяч и вопрос я вам позадаю по факту о том что такое закон об оружии оружие является легальным что такое самообороны и так далее ну и вот если вы не расслышали то лицензия на ношение оружия стоит тридцать тысяч и она нужна для того чтобы работать инкассатором то есть ну в общем то не спецслужбах никаких а просто инкассатором не знаю я где взять тридцать тысяч и вообще больше больше того скажу что когда я сюда зашел в начале ролика я сказал что у меня около двенадцати тысяч долларов было несмотря на то что я здесь реально впахивал и вот и показал вам как минимум три профессии и на каждой из них я поработал погонял денег у меня стало только меньше и где взять лицензию денег вернее на лицензию чтобы работать инкассатором это самая высшая ступень чего четвертый уровень вы можете там работать я не знаю что за экономика такая но для меня действительно непонятно на многих проектах есть работа инкассатора но нигде не требуется лицензия потому что ну понятно же что такие деньги заработать очень сложно и почему-то я сомневаюсь увидев то что я увидел я очень крайне сомневаюсь что мне удастся быстро отбить эту лицензию на оружие поэтому я не знаю но мне почему-то ну совсем не понравилось то что я увидел экономика очень сложная очень нудная какая-то ну непродуманная что ли она она очень затратная на больше за просит от тебя денег чем ты зарабатываешь а то есть этим самым ты убиваешь огромное количество времени а не каждый на это способен не каждый может потратить столько времени чтобы заработать здесь какие-то деньги и чтобы дальше продвинуться я не знаю как здесь устроены структуры здесь ни в какие структуры я не вступал не в государственные не в криминальные я смотрел чисто жизнь гражданского а жизнь гражданского здесь очень и очень тяжелая но это мой взгляд и это то что увидел я как всегда я не навязываю свое мнение это и то что увидел я это что мне показалось то что я думаю заходите на проект играйте пробуйте получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго